всем доброе утро будем готовить завтрак буду готовить завтрак вот в такой вот чашечки это между прочим я как-то коле дарила еще была такая кружка но она посудомойки вот и вот эти вот золотистая да все постиралась так как постоянно ее ну как он пользовался ей а вот это вот стоит но тоже я смотрю в некоторых местах начинает отходить не помню по моему на валентинсто как-то я ему дарила да вот кружка к сожалению я ее уже выкинул потому что там все вот эти вот постирались короче некрасиво вот это вот редко пользуемся но сейчас буду с нее кушать вот между прочим смотря где покупать я не помню где и убрала вот видите как постиралась который с хаунтем вот эти кружки до золотистый мне еще спрашивали ей уже наверное а я не знаю наверно года три или сколько нет ничего не происходит вообще все осталось хотя посуда посудомойки мою частенько так что вот так вот я буду йогурт этот который купила вот с этими попробуйте мюсли босик услышит что я тут открываю есть такой йогурт полтора процента но он совсем невкусно все-таки три с половиной получше и не марки не брала я смотрю масса совсем другая как будто сыворотка какая-то в годности не прошел ты его еще рассмотрел меня до 30 июня но совсем другой по консистенции вот я смотрю я вальди в лидл всегда беру или в рево это как будто вы знаете творог пахнет нормально ну видать в пенимарке такие йогурты надеюсь что не пропал красная смородина а еще и черные тут бромбер или это так малина получается красными ягодами нет бромбер и бромбер это что у нас ежевика такой вот у меня завтрак еще кофе налью я думаю нас вот сладкая агаву не будут добавлять решила сегодня капучино попить эту что-то совсем я про него забыла давно не делала то в кофеварке столько возможностей а я все кофе да кофе да я положила сюда еще полбанана такой у меня сегодня завтрак желаю вам приятного аппетита если вы сейчас со мной завтракайте но кто в германии да сейчас как раз вы будьте вы завтракать со мной так что мы с вами сейчас попьем кофе позавтракаем и желаю вам хорошего рабочего дня всего самого хорошего здесь мои цветы короче переехали они у меня опять со спальни сюда обратно в синюю вазу те гвоздички я выкинула так как все равно не ну никак не раскрывается уже начали они там подсыхать поэтому поставила я сюда ну и всем хорошего дня еще раз сходила в магазин купила колбасу по колбасу для того чтобы сделать оливье так что у меня там уже все варится овощи вообще хотела другую колбасу как я всегда беру да она из двух половинок сделана хэнхен это гифлюгель тоже куриная но не знаю из нее я никогда не делала она мне не очень больше мне та которая нравится там она из двух половинок таких это вот целиком но не знаю попробую но спичала мне сегодня оливье поэтому кровь из носа я хочу его все равно уже с какой колбасой ну и прихватила тоже кофе надо было у нас она заканчивается так что сегодня у нас будет оливье всем большой приветик ну что мои овощи сварились сейчас буду их чистить с вами немножко болтать я надену фартуку то все равно бывает да хоть и домашняя там какая-то футболка но все равно когда пятна вот так когда близко стоишь к столу да то бывает все таки потом пятна у водителям там всякое брызгать конечно можно но зачем если можно парту кадет для вообще удобно мне вот это вот плата ну как ее столешница да она называется когда у нас была старая кухня она была очень низкая наверное я не знаю вот так вот ниже было а потом когда мы делаем у нас еще это предыдущая которая была который коля сам делал мы под себя подгоняли да вот как удобно чтобы стоять было именно вот рабочая поверхность чтобы именно вот ну на хорошем уровне было и вот так классно а раньше помню вот стоишь в атаку сгорбишься там что-то не режешь да а это удобно очень конечно сейчас картошку почищу морковку яйца лук не буду уложить уже говорила как тогда последнее время не ложу лук и эти солеными огурцами вода не хоть там есть да по моему есть баночка хотела поболтать просто у меня некоторых видео спрашивают да как я с наташей мы с моей подружкой познакомилась да где и как так скажем нашей дружбе если честно уже больше двадцати лет это где-то я думаю 22 23 года точно познакомились мы с ней здесь естественно в германии она приехала раньше вообще в германии по моему на пару лет она когда сюда приехала на школу еще ходила я даже не помню она мне говорила но на года три-четыре наверное раньше она приехала мне наверное на больше раз она в школу ходила надо узнать она не говорила как-то просто уже забыла ну начале когда еще познакомились да конечно был такой разговор а со временем естественно забывается мы с ней познакомились короче ну как наши дети ходили в садик хотя и у нее один сын тоже он так между получается нашими детьми моему старшему 29 младшему моему 25 сыну ее нам 27 так между до получается так скажем написал когда написано ту стоит я отвлекаюсь и читаю потом прочитаю ну и вот так садик они между прочим да ё-моё там не поля там пишет насчет адреса лишь хотела 8 как сегодня врачу по виду термин заказали и он еще спрашивает адрес я помню или нет а ну есть в интернете сейчас навигатором победу у него никак эти не проходят короче вроде бы одно время прошли вот эти которая говорила ты чешутся да это мне щас руки грязные вроде бы прошло так немножко и сейчас опять начинает прям раздирает поэтому лучше мы поедем к врачу пусть выпишут какие-нибудь таблетки от раз полно таблетки выписывали а то тоже как-то бедный ребеночек мой мучается так скажем поэтому поедем сегодня термин сделали это у нас ели впихнули позвонили туда они сказали что у меня с нету и вот на пять часов вроде бы нашли они до 6 так что надо будет обязательно съездить ну и короче прочую я там я вечно всем кучу до сын у нее у нее один сын да и вот он между получается ему 27 вот так между нашими до познакомились мы как вообще через другую да как получает на нами не то чтобы подружка была а просто наши дети да вот у нее тоже двое детей было рядом они с нами жили мы ходили в садик вместе раз вместе вышли да и повели детей садик у него мальчика девочка вот у меня ну пацана как получается но когда да когда старший старший сын ходил в садик возраста одинаковый короче у наших детей вот с которые мы ну вот ходили вместе в садик получая сначала старшие наши пошли да а потом младшие пошли так скажем уже четыре года разница ну и короче вот так вот мы ходили каждый раз садик туда-сюда потом естественно так начали друг другу в гости ходить да как это обычно бывает ну и так вот то они к нам то мы к нам и потом как-то я у нее была в гостях и пришла наташа тоже это же она рядом здесь жила короче мы тут все в куче жили мы одни тут остались и все разъехались то так получается но на дашь и все равно вернулась обратно почти сюда она перенежала а потом но опять переехала рядом тут тоже живет ну и короче пришла я к наташи как-то и тоже вот все детьми между собой как бы общались да вот что вот с этой которой рядом жила и с наташиной да ну именно не буду говорить друг не понравится да и вот так вот прихожу ну там наташа сидит так мы постоянно частенько так получалось что когда приходили но и она тоже там было общались туда-сюда и как-то вот не знаю так получилось что мы как-то начали с ней больше общаться бывает да вот находишь своего человека как и вот все время как бы даже вот когда я встречала вот тут через которую познакомилась на мне все время спрашивала чё там как наташа вы же теперь подружки там туда-сюда знаешь ну как-то вот так вот да вот было как-то и вот с того момента вот как мы с ней познакомились у нее вот в гостях мы дружим и дети вот но дети одно время вместе как пока маленькие были конечно другу тоже ходили дружили сын мой младший так вообще когда в школу пошел иногда его жду жду по времени нету уже переживаю потом звоню наташи говорю наташа там мой не у тебя но она говорит ну конечно же как это он всегда я к наташке пошел нет наташки он еще маленький но тогда был когда до после садика тоже если чего так вот гуляет например я к наташке пошел маленький когда был и и наташка называет до сих пор тогда я так же как и кристоф это и сын наташин также ну вот как-то так так и дружим сколько лет ну дети наши уже не дружат уже как-то интересы у них поменялись да ну работают все уже у каждого к естественно свои друзья туда-сюда а в детстве да они были постоянно вместе на улице у нас вот тоже дети вот вообще раньше классно было сейчас мне кажется уже не так не видно чтобы родители вы так детьми гуляли а мы раньше выходили вот тоже наташа со своим мужем и потом вот тоже но через которую познакомились с детьми там с родителями все все собирались шли вот у нас тут футбольное поле рядом дети с мы с нашими ну с папами со своими с нашими мужем футбол играют мы сидим там трещим как разговариваем до болтаем хорошее времечко было вообще вообще если так сказать вот подруга у меня здесь одна вот уже сколько лет знакомых много да но я не могу назвать их все всех друзьями да так скажем как-то вот так вот мы с ней всегда вместе вот мы знаем что мы друг у друга есть приветики наташа еще раз так следить смотришь мое видео она тоже это знает да если что-то надо вдруг друг другу да вот как-то все равно ну помочь нам или что-то такое то всегда как бы это стараемся как друг другу помогать и вообще с ней ну мне просто вообще она ну простая такая же классно короче вот сколько лет уже дружим надеюсь так и будет вообще насчет дружбы я такой человек это для меня ну как мне не надо много да вот всяких друзей как некоторые нужны вот типа много тогда вот как-то общение чтобы были нет мне вот одна есть и хватит но у меня есть еще и света моя подружка с казахстана привет тебе если смотришь тоже сколько лет мы с ней дружим вообще дружить я умею для меня дружба это как бы знаете важное такое дело чтобы но как-то надо все равно этому тоже уделять время прям так часто конечно не получается когда да у каждого семья но все равно стараемся и вот подружка у меня света с казахстана тоже сколько лет и до сих пор общаемся вот они в том году до приезжали к нам надеюсь и еще приедут и мы к ним приезжали когда вот была встреча одноклассников 2016 году мы у них были все это время жили вообще красота не устану повторять что было все вообще классно у них у них свой дом большой так что они нас приняли как так сказать с удовольствием как своих родных да ну и мы постарались когда они сюда приехали хоть у нас и не так уж много места но все равно они когда это сюда приехали у нас же квартира но небольшая такая где мы будем спать в нашей комнате мы же говорю когда приехали к вам тоже свою комнату отдали поэтому как-то это пришлось мне все-таки отвлечься да там где одно там два и три сообщения потом началось думаю нет я лучше отвечу а то постоянно мне высвечивается здесь поэтому это и начала уже потом салат резать забыла совсем что и с вами разговаривала уже и настрогала целую тарелку сейчас осталось заправить и все короче я опять вот с этой вот терочкой которую вышла грязная вот вот такая вот хорошо на доске вообще не надо доски я только огурец порезала доска чистая вот так вот когда на доске удовольствие картошку там потом яйцо режешь она потом такое грязная доска ну дальше и помыть можно это не проблема конечно ну с этой вот правда это класс вот второй раз не делаю прелесть раз раз так сразу в чашку да и ничего не мажешь ну а так все насчет дружбы я думаю я так ответила вот такая вот у нас дружба да так скажем много лет уже но на этом наверное уже все я имею ввиду сейчас да мне надо будет сейчас еще эту переноску занести с балкона посмотрим еще как босик будет нее залазить я еще заранее достану приготовлю поставлю надо сначала чтобы он к ней привык он так бедный сидит увидимся с вами еще ну атаку думаю покажу да как вот она это овощерезка режет небольшие не маленькие сама то такие как бы кубики не морковка вообще раньше как-то я делала без морковки вот уже в последнее время начала морковку добавлять все таки в классическом оливье да вроде бы морков есть я уже поперчила посолила соли много не ложу так как майонез все-таки соленая то бывает что лишь извиняюсь майонеза тоже много не ложу некоторые говорят что рассол с огурцов берут мешают с майонеза ну или со сметаной да перемешку я не делаю потому что от огурца и так хватает этой кислоты хотя я не пробовала не знаю может быть хорошо все оливье мой готов холодильник и через часик ночью я его люблю свежий кушать ну через часик он как раз немножко так пропитается и пусть он у нас быстро уйдет сын старше тоже приедет за вечер ну завтра его уже но в обед от силы может быть еще останется и по поем и все а так и на работу можно взять красота сидит спрятался пошли я переноску уже достала цветы у меня здесь стоят душу чтоб не побила их надо ободрать уже вот эти вот некоторые уже героники потом осыпаются пошли 8 ты мне тут это зубы не заговаривай надо значит надо пошли пойдем пробовать залезешь ты туда или нет а то может быть уже пока бы не пойдем убежал сразу как я ее достала для него же это сразу он знает для животных если в переноску то все к врачу ну что я его туда еле запихала так скажем пока с вами разговаривал вышел будет обратно обратно давай обратно давай обратно там ничего страшного давай 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 я потом палочку тебе дам давай 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 там хорошо мягко мягко поедем я с собой возьму тебе вкусняшку и мы потом будем кушать там у него витика хорошо ну бочек не вылазит такая мягкая у него тут подстилка так что у тебя там хорошо вообще этот верх разбирается из-под низу ну низ и верх отдельно да тут все откручивать но я боюсь потом это что-нибудь буду когда его нести еще не дай бог отвалится редко мы ее пользуемся ей но пользуемся а скот приготовила тоже специально видите пас есть книжка прививок там всякий короче о как я сейчас понесу поедем еще босичка все нормально сейчас машину посажу тебя пристегну рядом с собой вот не буду взяла тоже палочку потом чтобы ему дать да я нить к пока дома сиди привыкай немножко что босик приехали пошли бедненький мой ребеночек на спокойно себя вел сидел просто так глазками туда-сюда думает где он находится да но все пойдем ну все мы уже с босиком в машине слава богу не прошло и час какой час уже время пол седьмого у нас на пять был термин зашли мы уже в 6 седьмом ну так как у нас не запланированный был да это мы утром позвонили слава богу нам вообще его сегодня дали а то пришлось бы там еще ждать народу много было и хозяев и животных там и собаки и кошки были но кошек-то ладно не слышно до собаки если начинает там рычать или гавкать для босика это вообще шок был он бедный в угол забился там чтобы его не видно не слышно было да босик но сейчас все спокойно все нормально короче поставили ему укол как она сказала что от аллергии но она не уверена что это аллергия но говорит если через пару недель не пройдет то нужно будет еще раз прийти но будем надеяться что пройдет сейчас он вроде так это расслабился лежит а то был вообще весь такой напуганный ну и заплатили мы за прием 66 евро 71 цент вот я взяла с собой тоже это трехнул но всегда его надо брать спросил у меня с собой еще этот и вон и пас ну думала прививку или что-нибудь там где знак пока не надо говорит если чего в следующий раз ну посмотрим так что все босик поедем домой надо сейчас я его тоже пристегну а то если не пристегну будет пикать а то когда я поехала с дому сюда раз пришлось остановиться он чё пикает ну босика ж я не пристегнула так что буду сейчас пристегивать ну а на этом я уже буду свое видео заканчивать всем огромное спасибо и всем пока увидимся с вами в следующем видео всем пока какая тут красота лес сумерки немножко так солнца нету поэтому вообще-то кажется темно красота 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 красота